Здарова, бандиты! Вы снова смотрите выпуск на канале проекта Ноа Хули Муви. Красавцы! Перед самым началом съемок я прошел каждый угол в этой вилле, проверил каждый шкаф и комод. Нигде нет ни одного амбассадора компании Сатиры. Это значит, что можно спокойно поговорить о бренде. Вы на канале Ноа Хули Муви. Поехали! Годнота подъехала! Итак, друзья, 2014-2015 год я впервые приезжаю на выставку Huka Club Show в город Санкт-Петербург. В самом конце выставочного зала стоит маленькая палатка, на которой группа лиц неформальной внешности продает табак. И имя этому табаку Сатир. Было большое количество народу, я успел всего купить пару патчек, ничего попробовать не сумел. Приехали в Краснодар, пару недель покурили, попробовали и благополучно забыли. С того времени утекло большое количество воды. Компания Сатир – устоявшийся полноценный табачный бренд на рынке кальянной России. За время существования компании два или три раза я пытался с ней познакомиться или снять выпуск на канал, но все упиралось в основной своей массе в то, что продукт просто мне не нравился и казалось, что внимания он не достоин. Что же произошло сейчас? На зимнем джорке лиан-фесте Сатир презентовали свою коллаборацию, свою совместную линейку с брендом Total Flame. Собственно, что и стало причиной того, что я попросил у ребят отправить мне их последний вкус ароматической линейки табака Сатир и пару-тройку блендов из совместной линейки с брендом Total Flame. Что мы знаем о Total Flame? Это то, что компании все получается на рынке сигары и практически ничего не получается, по моему мнению, на рынке кальянной России. То ХП говорит, что Total Flame – это хорошо, то потом РТО хорошо, то Total Flame слышно-видно, то опять все замолчали. И как-то вот конкретного пласта, на котором находится компания, я для себя выделить не смог. Что мне присылали и что мы сегодня попробуем? Это три, как я понимаю, последние вкусы из ароматической линейки и четыре бленда из совместной линейки с Total Flame. Что касается ароматики, давайте сначала пару слов о ним. Это средняя нарезка, это ниже среднего может быть средняя крепость. Это очень неприхотливое курение и я думаю, что это одна из основных причин того, что на рынке такое количество защитников и любителей табака Сатир. Итак, вкусы, которые я уже попробовал, это вкус под названием МИЛФА. Вкус манго ничем не примечательный, среднестатистический, среднерыночный, хороший, неприхотливый, спелый манго. Вкус, который называется МАСТИКА, это вкус традиционной смолы с добавлением хвойного масла или что-то в этом направлении. Короче, аромат леса в соло курить практически невозможно. Куда-нибудь 5% в чашку для создания ощущения леса добавить можно. Вкус, который мы попробуем с вами сейчас, он называется БАБУШЕ. По описанию это что-то в направлении леденцов из детства. Безусловно, что-то в этом есть. Несмотря на то, что аромат довольно химозный в стиле, в лучших традициях американских всяких старбазов, пахнутых из пачки. Мне при курении он кажется довольно приятным. Но я бы его ассоциировал больше не с бабушкой. Эта аромка очень сильно похожа на аромат IRON BRU. Помните напиток оранжевый? Да, я его назвал IRON BRU и тогда это было бы 100% попаданием. Что из неароматической линейки я уже успел попробовать. Это бленд, который называется Кубана Ликвиза. Это стремящаяся крупная нарезка. Четыре звезды крепости. И пахнуть это должно сухофруктами. Это отдаленно. Действительно, при курении напоминает какую-то танзамину. Совсем-совсем не яркую. От волтового коллижена. Это можно вложить в чашку для придания крепости. И немножко ощущение копчености. Ну, блядь, заведение это держать довольно странно. Я не представляю. Зачем? Следующий бленд называется Tripodesp Santa Domingo. Пахнет он черносливом с поэром. У него мелкая нарезка и третий уровень крепости. Он курится в целом нормально. Это даже можно курить в соло и отдаленно. Это даже пахнет сиганом. Последние два бленда, которые мы с вами попробуем. Это Bacher Brazil. Он очень крупный нарезки. Он ручной нарезки. Совсем ручной. Он ничем особо примечательно не пахнет испачки. Но при курении он должен отдавать нотками торфа и мёда. Это действительно довольно прикольная курица. Это прям непританный, непританный табачный лист. Очень за углом. Через пять поворотов можно ощутить какой-то мёд. Торфяная составляющая есть. Курица прикольная. В соло курить даже можно. Меняем чашку и пробуем последний. Я намерен пробовать последний бленд, который у нас остался. И который называется Seca Organica E-Lab. Имеет он три звезды крепости, нотки, чая и массау. И очень мелкая нарезка. Короче, да, в целом это тоже курица неплохо. Мы не будем рассматривать ни по каким кучкам то, что у нас получилось удачное и неудачное от бренда Satir. Это было своего рода знакомство и для меня в том числе с продуктом. Основной целью этого выпуска было всё-таки попробовать неароматическую линейку совместную с брендом Total Flame и сформировать какое-то мнение по поводу коллаборации. Скорее всего Total Flame неплохо, хайпанёр. Это первое, что нужно заметить. Второе, что нужно заметить. Если вам нравится неароматическая линейка, скорее всего из этих десяти блендов вы найдёте тот, который подойдёт вам и по крепости, и в целом по ноткам. Это прикольно, соответственно, если вас заебало, если вы задрот, вы можете выбрать то, что вам подходит, покурить и периодически оказываться в безароматическом пространстве совместно с брендами Satir и Total Flame. Скажем несколько слов о упаковке и стоимости продукта, и для этого нам придётся заглянуть с вами в актуальный прайс посланника Satir. Именно так называется официальный документ компании, по которому можно узнать цену на продукты бренда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте, здрасьте, я официальный амбассадор компании Satir у вас в городе, дорогие друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы презентуем новинку. Бриллиантовая линейка вместе с Total Flame. Табак продаётся в довольно симпатичных, выполненных из крафтового картона в коробочках 100 грамм. Табак акцизный. Обычные линейки стоят порядка 800 рублей в рознице на рынке. Что касается линейки совместно с брендом Total Flame, стоимость её на рынке составляет 1000 рублей за 100 грамм. Я думаю, что это деньги, которыми на рынке никого не напугаешь. Если вам вдруг что-то очень сильно отсюда понравилось, вы сможете это себе позволить для того, чтобы попробовать. Ну а мы переходим к завершающей стадии нашей постоянной рубрики «Кто что скажет?». Гоу! Итак, я напоминаю, что наша рубрика «Кто что скажет?» проходит в неком симбиозе с официальным сообществом. Ну а хули мы в ВКонтакте. В ней я прошу вас высказать свои эмоции, мысли и вообще в целом отношения к продукту, линейке, кальяну, табаку, бренде или чему угодно, на что я собираюсь снимать выпуск. После чего я выбираю три их наиболее понравившихся на комментариях и мы их обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Первый комментарий написал Роман Сергеевич, он пишет «Мне кажется, сатир – это ВТО без пафоса. Качественное сырьё, интересная ароматика, многих историй нет у конкурентов и табаков масс-маркета. Да, он перестал быть крафтовым лично для меня, но сейчас смело можно сказать, что это интересный, качественный и стабильный продукт». Я отчасти согласен. Мне понравилась формулировка ВТО без пафоса, особенно в сочетании с Total Flame. Если раньше я это сказать не мог, то сейчас с новой линейкой совместно с брендом Total Flame можно сказать и так. Интересная интерпретация. Что касается масс-маркета, у продукта колоссальное количество вкусов. Я думаю, там найдётся, чтобы курить, но основная масса этого всего по-прежнему мне, к сожалению, не нравится. Артём Гахерев пишет, «Я почему-то думаю, что это чисто маркетинговая история. Сатиру нужна аудитория людей, которые курят сигары, самокрутки и всё в этом духе, потому что право-то от Total Flame они не могли хоть как-то слышать, за счёт того, что они делают из элитного сырья свои продукты, работают на такую элитную аудиторию, привлекая её в кальян. А вот компания Сатир – это всё-таки больше кальянная история. Сейчас уже видно, что они начинают делать упор на хай-аронку, но, видимо, решили, так сказать, не совсем забывать на ценителей их безароматический вкус. Абсолютно верно, я полностью согласен об этом, я сказал, наверное, в самом начале, потому что основную массу всего, что я слышу, связанного с бронем Сатир, так или иначе, это связано с линейкой ароматической. Я перечитал последний комментарий и решил, что им я бы хотел закончить сегодняшний выпуск. Поэтому уже сейчас я говорю, что, ну, как всегда, не утверждая этот вопрос про заявление, мы разыграем пять наборов того, что у меня сегодня было на обзоре среди людей, сделавших репост этого видео с официального сообщества на Охулинули ВКонтакте. Ссылка на который есть обязательно в описании к этому видео. И последний комментарий, Сергей Карпов. Я вообще не могу понять, как они еще до сих пор держатся. В самом начале это была крутая история, крепость табачки, варка табака, дома, духовка. Это было сильно, а потом просто потерялись. Год назад решил взять себе пачку черной смородины, ни крутого там вкуса табачки, ни аромат, ни хрена в общем. Мы в провинции живем, и единственное, что я про него слышал за последний год, что у него вышел вкус милха и какими-то амбассадорами заразили. Это следующая ступень перхоти. Так себе реклама, если честно. Как говорится, можно построить тысячу мостов, но один раз отсосать, и никто тебя больше не запомнит строителям мостов. Чо кого? Сучара!